Здравствуйте, друзья. 22 марта 1943 года фашисты сожгли заживо 149 человек в деревне Хатынь. 26 домов были уничтожены. Пойдемте посмотрим. В 1969 году на месте деревни был открыт мемориальный комплекс Хатынь как символ и в память о массовом уничтожении нацистами и коллаборационистами мирного населения на оккупированной территории СССР. В ночь с 21 на 22 марта 1943 года в Хатынь заночевали партизаны из партизанской бригады «Дяди Васи». Утром 22 марта они ушли в сторону Плещениц. Одновременно из Плещениц им навстречу в направлении Логойска выехала легковая автомашина в сопровождении двух грузовиков с карателями из 118 батальона «Шутсманшафта» 201 немецкой охраны дивизии. В этом батальоне служили преимущественно этнические украинцы. В автомашине ехал шеф-командир 1-й роты капитан-полковник Ханс Вельке, направляющийся на аэродром в Минске. По пути колонна наткнулась на женщин из деревни Козыри, работавших на лесозаготовке. На заданный им вопрос о наличии поблизости партизан женщины ответили, что никого не видели. Колонна двинулась дальше. Но не проехав и 300 метров, попала в партизанскую засаду, устроенную отрядом «Ститель» бригады «Дяди Вани». В перестрелке каратели потеряли трех человек, включая Вельке. Командир взвода карателей Василий Мелешко заподозрил женщин в пособничестве партизанам и вызвал подкрепление из батальона Дерле Вангер. Вернулся к месту, где те рубили лес. По его приказу 26 женщин были расстреляны, остальные отправлены в плещеницы. Гитлеровцы были взбешены к гибели Ханса Вельке, который в 1936 году стал чемпионом Олимпийских игр в толкании ядра и был лично знаком с Гитлером. Они стали прочесывать лес в поисках партизан и во второй половине дня 22 марта 1943 года окружили деревню Хатынь. Формирование 118 и 115 шутсмандшафт батальона началось в Киеве весной 1942 года преимущественно из пленных бойцов РККА, содержавшихся в киевском и окрестных лагерях военнопленных. Одна из родств 118 батальона была сформирована из военных 115 шутсмандшафт батальона. Операция проводилась под руководством специального подразделения СС – зондербатальона Дерлевангер. Командовал батальоном бывший польский майор Константин Смовский. Жители деревни ничего не знали об утреннем инциденте, в ответ на который был применен принцип общего коллективного наказания, нарушающий все правила и обычаи ведения войны. По приказу Эрика Кернера и под непосредственным руководством Васюры полицейские согнали все население Хатыни в колхозный сарай и заперли в нем. Те, кто пытался убежать, убивали на месте. Среди жителей деревни были многодетные семьи. Так, например, в семье Иосифа и Анны Барановских было девять детей, в семье Александра и Александры Новицких – семеро. В сарае заперли также Антона Кункевича из деревни Ярковичи и Кристину Слонскую из деревни Камина, которые оказались в это время в Хатыни. Сарай обложили соломой, облили бензином. Переводчик-полицейский Лукович поджег его. Деревянный сарай быстро загорелся. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченной ужасом, задыхаясь, люди бросились бежать. Но тех, кто вырывался из пламени, расстреливали из пулеметов, автоматов и винтовок. Приказ открыть огонь отдали Кернер, Смовский, Васюра. Стрельба прекратилась лишь тогда, когда затихли крики и стоны и обвалилась крыша сарая. В огне сгорели 149 жителей деревни. Из них 75 детей, младше 16 лет. Спастись тогда удалось двум девушкам. Марии Федорович и Юлии Климович, которые чудом смогли выбраться из горящего сарая и доползти до леса, где их подобрали жители деревни хворостенки Каменского сельсовета. Сама деревня была уничтожена полностью. Из находившихся в сарай детей в живых остались 7-летний Виктор Желобкович и 12-летний Антон Барановский. Витя спрятался под телом своей матери, которая прикрыла сына собой. Ребенок, раненый в руку, пролежал под трупом матери до ухода карателей из деревни. Антон Барановский был ранен в ногу пулей, и эсэсовцы приняли его за мертвого. Обгоревших из раненых детей подобрали и выходили жители соседних деревень. После войны дети воспитывались в детском доме. Еще троим, Володе Яскевичу, его сестре Соне и Саше Желобковичу также удалось скрыться от нацистов. Из взрослых жителей деревни выжили лишь 56-летний деревенский кузнец Иосиф Иосифович Каминский. Обгоревший и раненый, он пришел в сознание лишь поздно ночью, когда карательные отряды покинули деревню. Ему пришлось пережить еще один тяжкий удар. Среди трупов односельчан он нашел своего сына Адама. Мальчик был смертельно ранен в живот. Получил сильные ожоги. Он скончался на руках у отца. Иосиф Каминский с сыном Адамом послужили прототипом знаменитого памятника в мемориальном комплексе. Одному из выживших жителей Хатыни Антону Барановскому 22 марта 1943 года было 12 лет. Он никогда не скрывал правду о событиях в Хатыни. Открыто об этом говорил, знал имена многих полицаев, сжигавших людей. В декабре 1969 года, через пять месяцев после открытия мемориального комплекса, Антон погиб при невыясненных обстоятельствах. Последний свидетель сожжения Хатыни Виктор Желобкович скончался в 2020 году. Субтитры создавал DimaTorzok Виктор Желобкович Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok